Жас Маман, Жанах Адам. Под таким названием во дворце школьников прошел круглый стол. Участвовали в нем 50 инициативных и талантливых педагогов области. Обменялись опытом, обсудили насущные проблемы молодых учителей. На встречу побывала и моя коллега Гюзель Закария. Начали заплыв учебы. Дальше отдыхаем. Сначала разминка для разрядки атмосферы и настроен на дружелюбный лад. Обменяться опытом, завести близких по духу друзей, сплотиться в единый механизм. Молодые учителя присутствуют здесь именно для этого. Карина Хайрушева предполагает, что тренинг – толчок к саморазвитию. Второй год она преподает историю. Среди участников, возможно, узнают новые методики обучения. Участвуя в таком круглом столе, я имею возможность интегрировать с другими молодыми учителями, которые поделятся со мной опытом и откроются, возможно, новые двери. Новые идеи, открытый диалог. За этим приехал преподаватель истории из Акшарского района. Куандык Жолтайулы участвует в подобных мероприятиях не первый раз. А все для того, чтобы его ученики получали знания в более понятной для них форме. На сегодня такая площадка для молодых преподавателей необходима. Здесь мы можем открыто делиться своими мыслями. Я считаю, что молодой специалист должен стремиться к совершенствованию своих знаний и навыков. Должен двигаться в ногу со временем. Такие мероприятия тому подспорье. Всего по региону насчитывается более трех тысяч молодых специалистов. Это пятая часть от всех педагогов области. Самые инициативные присутствуют здесь. На сегодня их 50. Они и станут основой новой ассоциации молодых учителей. В этом году откроется ассоциация молодых педагогов области. Цель ассоциации будет методическая поддержка молодых педагогов, их взаимодействие, помощь друг другу, обмен мнениями. И вообще коллаборация и общение друг с другом. Для чего это нужно? Это нужно в целях эффективной самореализации каждого педагога. Всего по области функционируют 16 ассоциаций педагогов. До конца этого года появится и для новоиспеченных специалистов. Гюзель Закарья, Замат Баймукан. Итоги дня.